И еще к срочному сообщению по теме Надежды Савченко. Владимир Путин выразил надежду на то, что помилование Савченко приведет к уменьшению противостояния в зоне конфликта в Донбассе. Это сообщение передает агентство Интерфакс. Напомню, что Надежда Савченко уже прибыла в аэропорт Борисполе, об этом сообщает информагентство. Ерофеев и Александров уже находятся в Москве, но в графике Владимира Путина пока нет информации о встрече с Ерофеевым и Александровым. Агентства ссылаются в этих сообщениях на пресс-секретаря президента на Дмитрия Пескова. Пока к другим темам. Восстановление стратегического партнерства между Россией и Евросоюзом не должно зависеть от минских соглашений. Иными словами, зависеть от капризов официального Киева, который всеми силами пытается извратить или отменить эти договоренности. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой. И еще сообщение, которое мы получаем от адвокатов по теме Надежды Савченко. Савченко не будет отбывать наказание на Украине, так как она помилована. Это ссылка на информацию, на слова адвоката, которые приводит агентство «Интерфакс». Я напомню, что Надежда Савченко уже прибыла в Киев. Эти сообщения распространяют информационные агентства. Сегодня состоялась, на мой взгляд, стратегическая гуманитарная акция. Глава государства Российской Федерации подписал указ о помиловании Надежды Савченко, гражданки Украины. И, как ответный шаг, президент Украины Порошенко Петр Алексеевич подписал указ о помиловании двух граждан Российской Федерации, Ерофеева и Александрова. Почему я считаю, что эта стратегическая гуманитарная акция имеет огромное значение сегодня? Потому что, к сожалению, отношения между нашими странами сегодня являются не самыми лучшими. И тот кризис, который возник и продолжается в течение последних двух лет, нуждается в том, чтобы были внесены определенный вклад в восстановление этих отношений. И такая акция, которая имела место сегодня, 25 мая, она является свидетельством того и важным специальным фактором того, что эти отношения могут быть восстановлены. И это может быть даже этапом такого восстановления взаимоотношений между Украиной и Россией. Я сегодня на встрече с президентом Российской Федерации высказал благодарность ему за принятие политического решения и подписание указа о помиловании гражданки Савченко. И высказал искреннюю благодарность Екатерине Сергеевне Корнелюк и Марьяне Дмитриевне Волошиной, что они нашли в себя мужество, благородство. И используя такие чувства, как понимание того, что собой представляет сегодня судьба Савченко, которая получила по решению российского суда, большой срок лишения свободы, и пошли на тот шаг, чтобы обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с ходатайством о помиловании Савченко. Это действительно гражданский мужественный шаг, и я выразил им благодарность за то, что это произошло, и как результат стало возможным помилование Савченко президентом России. Спасибо большое. И сейчас возвращаемся к главной теме выпуска. Александр Александров, Евгений Ерофеев были задержаны СБУ весной прошлого года в районе города Счастья в Луганской области. В Киеве заявили, что они якобы являются действующими российскими военнослужащими. Их судили на Украине, но в нашем Минобороны обвинения в их адрес не подтверждают. В минувшем апреле Александров и Ерофеев были приговорены киевским судом к 14 годам заключения с конфискацией всего имущества. Украинские власти считают, что они якобы вели агрессивную войну по предварительному при этом сговору с группой лиц и занимались терроризмом. Приговор вступил уже в силу 23 мая. Украинская военнослужащая Надежда Савченко была осуждена в нашей стране на 22 года колонии по делу об убийстве наших коллег-журналистов ВГТРК в Донбассе. Суд тогда установил, что летом 2014 года она корректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов. Погибли в этом огне сотрудники наши Игорь Корнелюк и Антон Волошин. И срочные сообщения. Самолет с россиянами Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, осужденными на Украине, сегодня днем приземлился в аэропорту Внуково. Он прилетел туда некоторое время назад. У нас сейчас есть возможность выйти на прямую связь с аэропортом Внуково. Там работает моя коллега Ольга Скобеева. Ольга, здравствуйте. Как все прошло? Здравствуйте, Екатерина. Несколько минут назад здесь в аэропорту Внуково приземлился борт, российский борт, российский Антон 148, который привез сюда в аэропорт Внуково Александрова и Ерофеева. Здесь был устроен им настоящий сюрприз. Здесь в аэропорту Внуково их ждали жены Екатерина и Юля, которые сегодня утром узнали о том, что сюда, в Россию, из Украины возвращаются их мужья. Девушки живут в Тольятти. Рейсовым самолетом они прилетели из Тольятти в Москву. И вот несколько минут назад они наконец-то встретились со своими мужьями. Все, что известно на эту минуту. Из аэропорта, из киевского аэропорта российский Антон 148 вылетел, но фактически одновременно с Надеждой Савченко, которая вылетала, как известно, из Ростова в Киев. Это было такое странное, своеобразное условие киевской стороны, киевской официальной стороны. Вероятно, они, я не знаю, может быть, чего-то опасались. Но, тем не менее, сюда, в аэропорт Внуково, Ерофеев и Александров прилетели буквально несколько минут назад. Мы пообщались с девушками перед тем, как они встретили своих мужей. Они сообщили, что, скорее всего, в Тольятти они вернутся, опять-таки, сегодня рейсовым самолетом. Там, в Тольятти, их ждут родственники, родители. Родители сюда, в Москву, не прилетели сами. Александров и Ерофеев были не настроены на общение. Нам не удалось задать им никаких вопросов. Единственное, что я сказала, с приездом, как только, с возвращением, как только они спустились по трапу самолета, Александров промолчал. Они были, конечно, в некотором смятении. А Ерофеев ответил, что они невероятно счастливы оказаться здесь, в России, вернуться в Москву. И сказали, что счастливы быть здесь и видеть родную землю. Все, это, наверное, все, что я могу рассказать на эту минуту. Сама встреча была невероятно трогательной. Девушки ждали их у терминала. И как только самолет приземлился, им разрешили подойти к нему близко. Как только опустился трап, это был не приставной трап, а трап самолета Ан-148. Вы представляете, как он выглядит. Такой чбурашкой его называют. Девушки подбежали к своим мужьям. Было очень трогательное приветствие. Они целовались, обнимались. Что-то друг друга шептали на ухо. И потом уже нас попросили прекратить съемку. Их провели в здание аэропорта. С кем прилетели? Ерофеев и Александров. Кто еще были на борту самолета, нам также неизвестно. Все, что мы видели, сотрудники вытащили из самолета, достали из самолета сумки, пакеты обычные, вот такие пластиковые, как это мы с вами часто видим в магазинах, которые были, наверное, набиты их вещами. Во всяком случае, чем-то они были наполнены. Вот это все подробности на эту минуту. Где сейчас находятся Александров и Ерофеев, нам неизвестно. Девушки, их жены сообщили, что, вероятно, уже сегодня они вернутся к себе домой в Тольятти. Ну а мы здесь ждем каких-то новых подробностей и сведений, Катя.